Сотрудниками УФСБ России по Тверской области пресечена противоправная деятельность пяти жителей города Твери, организовавших канал незаконной миграции иностранных граждан. Мне только приходили люди, просили сделать, а я их переправляла другим людям, которые это могут сделать. Примерно какое количество иностранных граждан прошло через вас? Порядка 60-70. Сколько платили иностранцы? По-разному. В основном я работала на процентах. Из каких стран граждане поступали? Азербайджан, Таджикистан, Азербайджан, Армения, Киргизия. В результате расследования уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 322.1 Уголовного кодекса России, собрано доказательство причастности фигурантов к конкриминируемому преступлению и незаконной легализации в Российской Федерации более 50 иностранных граждан. Решением Центрального районного суда города Твери все участники противоправной деятельности признаны виновными с назначением наказания в виде лишения свободы условно сроком от полутора до трех с половиной лет. Приговор вступил в законную силу. В Твери на Московском шоссе у дома 3А столкнулись автомашины Ниссан и Форд. Ниссан при развороте вне перекрестка не уступил дорогу и столкнулся с Фордом, который двигался во встречном направлении прямо. В результате столкновения Ниссан съехал в Кювет, а Форд врезался в опору уличного освещения. В аварии пострадал водитель Ниссана, мужчина 74-го года рождения. С различными травмами он доставлен в больницу скорой медицинской помощи. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками линейного пункта полиции на железнодорожной станции «Ржев» по подозрению в хищении дизельного топлива с локомотива на 80-м пути станции «Ржев-Балтийский» задержано двое железнодорожников, которые грузили в автомашину канистры, содержащие жидкость с характерным запахом дизельного топлива. Как выяснилось, 42-летний машинист локомотивного депо и его 35-летний помощник решили незаконно заработать, похитив горючее из топливной системы тепловоза. Злоумышленники заранее припарковали автомобиль у обгонного пути станции, куда перед началом рабочей смены подогнали локомотив. С помощью шланга слили горючее в заранее заготовленные канистры, при погрузке которых были задержаны сотрудниками транспортной полиции. На момент задержания злоумышленники успели слить 140 литров топлива. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании мужчинам меры пресечения.